всем еще раз привет мои дорогие ну что делаем сыр творожный сыр филадельфия я буду делать у меня значит 600 миллилитров кефира 100 миллилитров кефира но напишу я потом под видео сколько точно пропорции вот такая ребят прям сметана скажу вот ведь прям такая густая 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 сметанка 500 миллилитров пачка сметаны все это тщательно будем перемешивать добавляю чайную ложку соли потом попробуем меня чуть-чуть с горкой и добавляю вот такой вот вот такой лимонный сок где-то чайную ложечку полторы чайная ложка еще половинка потом будем пробовать все ребят и хорошо вот это все вымешиваем прям хорошо хорошо делаю первый раз никого не учу мои дорогие в интернете сама посмотрела в интернете миллион рецептов кто как делает кто делает с йогуртом вместо сметаны вместо кефира кто-то делает на на ряженку даже умудряются добавлять в ряженку я думаю что будет прям такой сливочный вкус вот можно будет попробовать мне вот этот рецепт тоже понравился все хорошо хорошо так вымешиваем ям до однородной такой массы так ну-ка попробуем так но по мне можно чуть-чуть еще добавить лимонного сока в общем 2 чайные ложечки на эти пропорции лимонного сока и полторы чайной ложки и соли чуть-чуть мне не хватает ребят кто кому-то соленая особо не есту добавляйте чайную ложку я мы любим поострее вот можно добавить паприку вот видела а люди добавляют паприку какие-то специи кто что любит кто-то уже потом готовый сыр вымешивает вырежут мелко укропчик кто-то даже кимзу добавляет вот ну я этого делать не буду ребят мы все все теперь берем душ лак так емкость вниз видно не видно все ребята выливаем сюда нашу смесь не знаю поместится у меня мой душ лак он у меня такой небольшой лучше конечно в такое есть как сито вот но у меня такого нет вот есть который жарят баусаки просеивают муку ой жарят баусаки муку просеивают вот такая мелкая мелкая сетка у меня не такой так все так закладываем аккуратненько марлечку сверху мне сейчас надо будет как-то поставить гнет сверху просто банку с водой как бы эта конструкция у меня не навернулась ну вот как то так как то так вот ребят все и на 12 часов снизу будет капать должна во всяком случае капать водичка все ждем мои дорогие потом буду с вами делиться завтра сниму результат ребят всем привет сегодня уже среда как я сыр филадельфия выходные не получилось у меня снять но вот вчера я снялась сыр филадельфию как я делаю сегодня будем с вами дегустировать ребятки у сегодня давление у меня сегодня как не вообще такого давления не было у нас все тает у нас лужи и резко причем как бы давление я каждое утро пьем на теперь пятерку доза пятерка у меня а вот и утром выпила все нормально приехала на работу чувство мне что-то плохо так стало затошнило меня это в голове зашумело все тошнота внутри такой как и злоб ага как будто бы испарина у меня прям на лице я смирила у меня давление 185 на 125 ребят никогда такого давления не было может быть я как бы не придавала как это особо значения тому что ну такое вот состояние первый раз и сегодня испытала конечно но сейчас ничего сейчас вот целый день на таблетках мочегонку сразу выпила вот так что не знаю вот есть хороший препарат них и диппинг называется но у нас карагандил он пропал он дешевый дешевый препарат от давления ним не могу найти амладипин вот пятерка мне не помогает наверное надо будет пить десятку сейчас такие перепады сейчас вот кто страдает этими этим давлением то надо следить за давлением что мои хорошие следите за давлением потому что сейчас такая пора сейчас перепаду на скороганде через одного через одного русанка я сегодня тоже давление но не такое высокое но тоже таблеточку дала мы говорить нечем пришла домой он пораньше пришел а он борщец замутил борщец ну вот готовит борщец шоссе привет вам передаст и продегустируем сегодня сыр филадельфию цветочки обработала цветочки стоят нормально все буду на днях пикировать вот потому что уже выпускают по второму листочку все мои хорошие сегодня среда всем хорошей трудовой неделе все наверное уже увидимся на выходных все иду саньку на кухню он говорит лежа отдыхали вот ну такой борщец конечно сейчас к нему подойду готовит мой сашу на все у него тут парит зажарочка зажарка но нету не светлые ребят ничего делай на косточке или ты на курица саши это вот то что он резал поменьше что этот уже картошечку кину мужчина мы готовить освободил меня и у меня сегодня планы такие были думаю сегодня начну пикировать сегодня еще хотела посеять перец баклажаны но не буду ребятки не буду потому что прям все внутри как дрожит вот но все привет очередной борщ нет обещано саш мы живем моим хотели приготовить в субботу когда закупался не мясо но было такое мясо что мы прямо отказались от борща приготовили мясо в духовке но вот к среде мы это мясо доели дошло до борща доели теперь да с капустой вместе жиденького ну ничего бульончик зажарочка нету свеклы правда ничего я зажарку там морковки очень много помидор там что там есть но не сильно уйда такой насыщенный очень насыщенный ну хорошо но все ребятки в общем вот так на на дорогах что творится это какой-то просто кошмар вода сплошные ручьи предупреждает через у нас о подтоплении там что будьте аккуратны где-то опять наши села объявили чрезвычайное положение что не дай бог будет у нас опять опять все чем потопы вроде снега не было но снег-то дал последние эти дни в марте не было сколько неделю не было а так-то всю зиму снега-то не было ну ясно что ты свет не включишь ну ладно мы хорошие готовь что тебе осталось все загрузить я сейчас капусту кину у меня все готово уже сейчас покажу что у нас на улице смотрите что творится все думаю что скоро поедем ну как скоро вон там видите вдалеке вон там видите там вообще болото видите где мужчина идет вот так вот все вся вот эта аллея вся в воде здесь вот как-то повыше у нас сюда ближе вот и у нас тут повыше вся вода стекает туда уже в город да мы не знаю что на мои кутунки обычно маякутук у нас путь начинает не знаю но сейчас нас 13 градусов ребята время в тени это время получается сколько седьмой час вечера наверно днем было под 18 да сажим машины у меня 32 показывают на солнце ну там через стекло ну вот как то так но быстрее все растает и пойдет пыль грязь короче гипертоники мочиваются сейчас но смотрим что у нас здесь получилось страшно вот это тоже короче получилось с гульки нос а я прям достала ребят два контейнера ну они маленькие правда такие получилось вот наверное один контейнер с одной стороны из расчета 600 600 грамм миллиграмм кефира и 500 миллиграмм сметаны получается литр 100 до воды вытекла я вам скажу я вчера вот эту чашку меняла два раза и вот сейчас подняла там где-то вот так еще в чашки воды так что ребятки с другой стороны думаю что хорошо что мало потому что его нужно будет кушать сразу я так думаю потому что так где опять я не ориентируюсь в этих камерах в общем суть такова сейчас я сюда перекладываю я еще чашку прям взяла думала тут будет можно взвесить больше размазала по чашке ну наверно грамм 300 здесь есть ребят ну по консистенции прям это прям хороший шенок смеется не верит в чудо в чудо ну смотрите сейчас мы попробуем мы берем слайсы сейчас покажу вам вот такой сыр получается а хоть чем-то как и на рикотту вот ну далеко на ранее как моцарелла сейчас попробуем с хлебцами берем вот такие хлебцы елизавета ржаные с отрубями хочу попробовать какие-то новые взяли какие-то кубанские хлебцы с паприкой попробуем Санек продегустируем если будет вкусно конечно будем делать тем более филадельфия сейчас обалдеть да и вообще если честно я вот как-то редко беру брала филадельфию просто чтобы вот брала на суши ребят суши вот когда делаешь в основном беру творожный сыр вот для бутербродов для вот эти когда на хлебцы можно вот сленки могут сработать еще ничего не емше вот так на хлебцы вот такой сыр творожный и огурчик зеленушку можно так Санек на и чистый филадельфий посмотрим посмотрим ждем хрустись но дегустируем сажда же вкуснее любой филадельфии но а по соли нормально отлично сюда можно еще добавлять летом укропчик а если вот так на большую семью я даже думал можно чесночок туда да забахать с укропчиком и вот прикуску с каким-нибудь борщом ребята это просто что делаем ну конечно буду делать и кефир у нас стоит 500 о чем кефир саш я-то по магазинам не хожу почти 500 получается ну тыс тысячи тенге а филадельфия хотелось бы дофига ну вкусные хлебцы вкусные и сыр вообще обалденный ну как и куски мазаньи на кусочку и что сделай я тебе оплату кусочку вкусно очень мы творожный сыр вот этот берем там сколько 200 грамм да там 200 грамма стоит и стоит 1700 по-моему или полторы тысячи ребят я не хожу сейчас в магазин я не знаю цены 1700 сейчас из-за своей этой ноги у меня Санек по ценам поэтому видео там скажете что она бесконечна да Сашонок почему Сашонок ну я скажу могу потому что я не знаю по чем цена ребят вот у меня Санек по ценам в общем ребят 1700 баночка стоит спасибо интернету вот я посмотрела наверное штук 6 рецептов все в принципе готовят одинаково ну кто-то творог еще делает это можно будет экспериментировать я буду теперь экспериментировать потому что вместо масла кто вот худеет не зря вот берем творожный сыр да заменяем масло на бутерброды с рыбкой вот рыбку порезал бутерброды ну что я вам объясняю на любые бутерброды да даже с той же колбасой с рыбкой да даже я думаю хлеб все вот так сыр филадельфию в домашних условиях и сверху шпротину ну да это вообще не будет в общем ребятки готовьте вот я проверила я проверила ребят только когда будете разводить я добавила соли побольше мы любим такое чтобы она подсоленная была и по этому по лимонному соку тоже идеально вот на эти пропорции идеально получается вот такой контейнер сколько в нем грамм сейчас я закрою удобно убрала вот так вот на завтраке Саша сколько тут грамм что я слепая что ты слепой вообще не вижу ничего ну наверное грамм 300 грамм 300 ребятки вот такой контейнер ну все мои хорошие даем кусочек аккуратно ребят сейчас с давлением мерьте потому что резко сегодня резко поднялось давление неожиданно резко как бы я особо так давлением не страдаю у меня так 130 на 90 125 на 85 как бы нормально для моего возраста но когда выше 130 это тяжело а когда под 190 это вообще ну все мои хорошие борщ у нас доваривается сейчас будем кушать борщ и может быть даже в прикуску да с сыром с этим слайсом вместо сметанки к борщу все мои хорошие готовьте ну это вкусно очень вкусно полезно самое главное без всяких вот этих вот импортных добавок и в суши хорошо потому что по вязкости он тоже хороший я довольна все ребят на очереди у нас будет сыр сулугуни или моцарелла в общем вот этот вот который варят с творога со сливочным маслом по моему яйцо добавляют в общем будем экспериментировать с сырами а потом может быть мы с Саньком заведем корову на даче и будем варить сыр кто его знает как жизнь повернет сегодня так завтра по другому так что ну ладно мои хорошие не болейте будьте здоровы всем берегите себя всем теплой весны быстрей бы эти паводки прошли запели птички распустились почки и тогда уже реально запахнет весной все мои хорошие пока пока Санек пока пока сделаешь все пока 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 все мои дорогие довариваем борщ борщ каш ложка стоит насчет конца чесночка у нас нету зелени страшно надо чесночка отбавить все обалденный прям белая ложка стоит обожаю такие борщи конечно не летний вариант здесь нету свеклы и болгарского перца а ты добавил с этого да замороженный болгарский все ребята вот такой борщец всем кто кушает приятного аппетита и вот теперь все с и и и и и и Продолжение следует...